Порнография. Одно только это слово уже вызывает жаркие дискуссии. Верующие в Бога люди считают порно грехом и пытаются бороться с порнозависимостью. А многие светские люди находят порнографию естественной частью жизни. Давайте рассмотрим термин «порнография». Слово происходит от слияния двух греческих слов «порнос» — «развратник», «блудник» и «графо» — «писать», «записывать». Также в основу слова «порнография» скорее легло слово «порне», означающее «проститутка», «шлюха». Итак, порнография — это вульгарное, непристойное изображение половой жизни в кино, искусстве и прочем. Основная цель порнографии — это показать разврат и блуд. Поэтому зритель, рассматривающий и любящий шлюх и людей, занимающихся проституцией, также является развратником и блудником. И неважно, смотрите вы это в одиночку или вместе с партнером. Через этот трэш вы соединяетесь с блудниками и блудницами. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней, предупреждает Библия в книге Притч. Поэтому не стоит удивляться столь горьким последствиям в своей жизни — болезням, проклятиям и бедам. Ведь ноги развращенных людей ведут вниз в царство смерти, и с каждым шагом они все ближе к аду. А путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Многие не считают, что если я занимаюсь этим сам, или я занимаюсь в семье, что это что-то противоестественное. Но минуточку. Слово «порно», «порнография», «порнея» с греческого означает «блуд». Давайте скажем вместе «блуд». И неважно, занимаешься ты этим сам, занимаешься ты этим в своих мыслях, или со своим мужем, у тебя есть «порнея», вы включаете «порнографию». И что такое «порнея», «порнография», «блуд»? Просматривание голого тела. Если в медицине обнаженка, выставление на показ голого тела считается грубое психическое расстройство, когда человек выставляет тело на показ. Но в нашем обществе, мы живем сейчас в таком обществе под конец времен, что выставление на показ тело, «порно», «блуд», через «порнографию». Это все считается нормой и эталонами, которые нам навязывают. Поэтому я рекомендую сразу же нажимать «секс-анализ орала» на мои видео в YouTube. 95% людей сидят на «порнографии» и «анонизме». Хочу сказать, для любителей «анонизма», есть любители «анонизма», «порно», «блуда», по-библейски, да? Если вы мужчина, и я знаю, что многие мужчины, привыкшие к «порнографии», и потом они приносят это в семью, в первую брачную ночь даже садятся и начинают это делать. Некоторые женщины кричат «Стоп! Этого не будет в нашем доме!» Ну и прекращается тогда. Некоторые не могут справиться с этим. Но 95%, согласитесь, это огромная цифра! Огромная! Так вот, на производство одного иокулянта, то есть на одну порцию спермы, мужской организм затрачивает столько же сил, сколько на производство 150 грамм крови. Внимание! Если вы видите бледного человека, подавленного депрессией, у которого эндокринная система уже просто... Всё! Кости ослаблены, витаминов не хватает. У него проблемы с организмом серьёзные. Если вы мальчик, вам 12-9, я не знаю, сколько там у тебя уже это всё работает, не начинай это делать. Скажу почему. Был проведён эксперимент. Целый месяц занимались анонизмом. Молодые, старые. 85% не могли потом построить взаимоотношения с женщиной, с девушкой. Вообще никак не ладится. То есть, если человек сидит на порно, на блуде конкретно, на анонизме, у него потом с семьёй не получается. И я знаю такие случаи в церкви. Исповедуется, исповедуется, начиная с мальчиков. Растёт мальчик, уже юноша, а всё у него порно, блуд, анонизм. Не хочет оставить это дело. И потом не получается семью завести. Почему? Потому что ожидания, когда постоянно видишь актрису, эту порнуху голую, ожидания превосходят. Они такие высокие, такие завышенные планки. И когда в реальности знакомишься или пробуешься, ну всё не так. Кто согласен? В жизни всё не так, как в кино. Апатия, депрессия такая, страшенная у человека. И он потом идёт, покупает проститутку. И всё. И дальше у него жизнь в грехе, в болезнях. Поэтому не начинайте. Вот если вы юноша, не начинайте. Не трогайте это дело. А потом скажу, как. И также, если вы женщина или девушка, не нужно это трогать, потому что это опасно. На самом деле, Бог предусмотрел всю красоту и удовольствие внутри семьи. Слава Богу! Какой же выход из этого всего? Вот если вы тот человек, который уже зависим от порнографии, от этой индустрии, каждый день вы входите в те 95%, которые занимаются анонизмом, порнографией, блудом, так как по-настоящему это блуд, внутри своей семьи. Может, вы вдвоём это делаете. Какой для вас выход? Так как это заболевание, оно сроднее наркотической зависимости. Доктора говорят, что воздержание, давайте скажем, воздержание, оно действительно лечит. И Бог также говорит, что воздержание – это плод Духа Святого. Его нужно выращивать, скажи, выращивать. Плод Духа. Духа твоего – любовь, радость, мир. Воздержание, скажем, воздержание. Это плод. Его нужно вырастить. Для того, чтобы его вырастить, нужно потерпеть, скажи, потерпеть. потерпеть элементарно подождать переждать и доктора говорят что функция вот это вот хотелка выключиться выключиться за непотребностью миф номер один что воздержание вредно кто слышал если ты будешь воздерживаться тебя появится целлюлит у тебя отрастет живот и будешь весь прыщак такой страшный такой противный у тебя все время быть напряженный нижний отдел и переизбыток сексуальной энергии ты не ты никак не сможешь воздерживаться кто-нибудь слышал об этом скажи это миф и тебя больше беспокоит не твое воздержание но на самом деле ты можешь воздерживаться а вот такие вот речи всякие ты веришь них и тебе от них плохо вот просто элементарно плохо и все но я может быть удивлю вас но мировая статистика говорит что многие люди на земле живут без секса инфаркт без секса они красивые скажи красивые они молодые возможно старые умные они богатые или бедные они такие же как я скажи как я они живут без секса ого ого вот это уровень как они живут без секса то что иисус христос говорил как минимум о трех категориях людей которые живут без секса называя их с сами скажи скопцы есть люди которые родились инвалидами есть люди которые получили травму есть люди которые у них целебат они посвятили свою жизнь богу и первая группа скопцов это те которые родились инвалидами скажи инвалидами они вышли из утробы материнской такие у них нет секса и они живут нормальной жизнью второе это тех которые люди оскопили может быть вы не знаете но на планете земля все еще кастрируют мужчин например в индии 2 миллиона кастратов что я живу в украине какая чудесная страна слава богу что бог запретил библии кастрироваться это чудесно аллилуйя но два миллиона это только там не считая других стран где есть такие всякие зверства и третье целебат люди которые делили себя для служения богу если вы знаете исаак ньютон он хвалился что не продлил ни капли семени так это же был гений что он потерял начиная с 10 лет и я тебе скажу что ты потеряешь ты потеряешь ты потеряешь призвание ты потеряешь ну все почему доктора говорят минут доктора говорят до 25 лет хотя бы воздержитесь потратьте эту энергию и эти силы на получение образования на духовный рост на вложение внутрь себя что действительно стать кем-то потому что это самое самый мощный потенциал твоей жизни когда ты можешь стать кем-то и ты просто потратишь эту всю энергию неизвестно куда аминь поэтому и медицина и библия ободряет вас вы можете воздерживаться вы можете не блудить вы можете быть святыми слава иисусу христу слава богу подарим богу славу подписывайтесь на наши каналы станислав юлия салтаненко в ю тубе смотрите видео на разные тематики и мы имеем миллионные просмотры в ю тубе бог да благословит вас я пришел в церковь 19 лет женился в 27 знаю не по рассказам до 25 до воздержания хотя бы 27 хорошие доктора слушайтесь легко ли это было нет иногда это было настолько нелегко что можно было сорваться пастырь когда говорила я вспоминал о чем я столкнулся таксуем хорошее место для проповеди евангелия классное место и тут раз подсаживается девушка патри я это место не знал можно было кинжал себе возить я поворачиваю опасная была ситуация ночь и ее рука схватила за зато да вот искусница как она это сделала я не знаю до сих пор я этого не понимаю я сразу паркусь группа шла вон открывает дверь ты что ненормальный я говорю я нормальный пошла вон если не было бы такого учения здравого учения я бы грешил бы и каялся бы и грешил бы и каялся бы и грешил бы и все бы там наросты и все было бы и это было не один раз был даже потом второй раз я останавливаюсь тоже такси ночь я спрошу был куда она говорит никуда игра в чем прикол работаю грузвини нам не по пути ты хочешь подвезу куда-то нет 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 ну давай даже до вокзала игры давай так я тебе не цепляю не снимай ну скажи мне правду сколько ты стоишь и когда нами сказала цифру я не буду озвучивать уголь ты шо дура ты знаешь как бог на тебя смотрит знаешь как он тебя любит она в слезах в соплях приходи в церковь бог тебе поможет а знаете что самое интересное где-то через еще через месяц у меня начались отношения с солесь и я уверен что если бы я согрешил бы тогда то как пастырь сейчас говорила я потом не смог бы правильно построить отношения так что воздержание работы сто процентов дождись своего аминь